С рабочим визитом в поселке Бугрино побывала делегация представителей региональной власти. Они проверили готовность образовательного учреждения к новому учебному году. Подробности далее. Представители власти осмотрели школу-сад, которая размещается вот уже несколько лет в одном здании. Помещения маленькие и мест для всех желающих посещать детский сад не хватает. Вопрос о предоставлении услуги дошкольного образования для всех желающих, которым, безусловно, на сегодняшний день исполнилось уже три года, мы обязаны предоставить. И поэтому вопрос мы разрешили пока в настоящее время таким образом, чтобы дети все были обеспечены дошкольным образованием, предоставить форму временного пребывания. То есть это кратковременное пребывание в группе до обеда и после обеда для того, чтобы ребенок имел право социализироваться, обучаться и воспитываться вместе со своими сверстниками непосредственно в учреждении и в том коллективе, в котором они пребывают. Инспектирующие оценили качество проведенного косметического ремонта и созданный уют в помещениях, предназначенных для групп детского сада. Также осмотрели старое здание образовательного учреждения, которое признано аварийным объектом. Ну, естественно, тут надо будет строить школу-сад, и это в планах есть. Также сходили на старое здание детского сада. Все-таки считаем, что учитывая, что строительство – это достаточно долгий процесс, в любом случае, возможно, еще это здание отремонтировать. И вот хотим отправить специалистов где-то для того, чтобы в проект бюджета на 2020 год включить данный объект и капитально отремонтировать старый детский сад. Не хватает места в кабинетах начальной школы. В данный момент одновременно могут обучаться только три класса. Поэтому некоторым учащимся приходится заниматься во вторую смену. Проработкой данного вопроса представители профильного ведомства займутся уже в окружной столице. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал Север.